сегодня у нас тема для беседы это ответственность как инструмент духовного развития собственно я уже упомянула почему эта тема снова поднялась ну может не снова потому что тема очень такая обширная очень многогранная потому что регулярно раз в какой-то период кто-нибудь из родителей пишет мне о том что в общем как бы ну короче люди ищут смысл почему у них родился особый ребенок как это влияет на духовное развитие что им с этим делать причем люди серьезно как бы задаются этим вопросом что нужно выучить что им нужно исправить причем у разных людей эти вопросы возникают как бы время от времени с завидной регулярностью и вопросы в общем-то одни и те же и люди эти когда начинаем с ними там переписываться или разговаривать то выясняется что многие тратят много сил и времени чтобы найти ответы на эти вопросы и это в общем непросто то есть эти вопросы есть они возникают видимо перед каждым родителем у которого рождается особый ребенок и видимо неизбежно как в какой-то момент кто-нибудь из родителей или оба пытаются найти на них ответы и тема это в общем очень многогранный по-разному она возникает и выглядит для разных людей то есть когда начинаешь разговаривать с людьми то все дают какие-то разные опять же аспекты и все у всех разное и дети во-первых разные и соответственно когда люди задают вопросы я не знаю они ждут может быть единый рецепт жизни какой-то вот этого самого духовного развития ну а я говорю что все мы разные не может быть единого пути может быть можно найти какие-то пути но они точно будут не одинаковые и понятно что раз этот вопрос возникает снова и снова то задающие его люди действительно ищут пути для самоулучшения для развития и шлифовки собственных душевных и духовных качеств но и видимо ищут смысл жизни потому что действительно это очень тяжелая как бы ситуация когда что-то не так с ребенком и поэтому человек не может просто так вот принять эту ситуацию ему нужно понимать зачем то есть зачем вот это случилось обычно задают почему со мной и зачем ну и не очевидно конечно почему духовное и душевное совершенство не должно вообще происходить из-за особого ребенка из-за трудностей и радостей связанных именно с ним и особенно если вот смотреть на разные семьи все разные то есть разные дети разные степени тяжести с разными симптомами и каким образом как бы люди должны здесь вот как-то духовно развиваться ну и последнее что я обычно задаю вопрос встречную таким родителям что именно называется духовным развитием то есть что родители ожидают для себя как улучшения ведь как бы не очень понятно что это такое вот например человек говорит я хочу духовно развиваться что значит духовно развиваться к чему он хочет прийти например то что он думает сегодня вот что в его глазах выглядит духовного развитием возможно он сам через десять лет уже будет смеяться над этим и думать что общем это совсем не то но вопрос тем не менее остается и как бы от него не убежать поэтому предпринимаются и предпринимались попытки разглядеть это общее что объединяет всех таких родителей собственно в каждой стране на земле и наверное будут и дальше предприниматься потому что действительно совершенно невозможно себе представить что вот все вот эти переживания все это напряжение физическое эмоциональное весь этот труд ни для чего не нужны ну не бывает тогда то есть подсознательно мы все уверены что бессмысленных действий событий не бывает для чего то это нужно просто мы не знаем ну или не всегда знаем для чего это нужно так вот давайте сейчас просуждаем на тему для чего может быть нужно вот такое испытание родители особых детей все разные как и сами дети родители имеют разные характеры разные убеждения по-разному учились школе получили разные профессии и вот у них таких разных почему-то получилась общая задача взращивание воспитания особого ребенка здесь как раз сейчас у нас присутствуют именно те кому приходилось и приходится ухаживать за особым ребенком воспитывать его и поэтому я думаю что вы все знаете что этот процесс очень отличается от выращивания нормотипичного ребенка да есть много общих моментов но есть много очень специфических моментов некоторые из которых очень трудны для принятия а многие непонятно тем окружающим которые не имеют такого опыта и вот родители чаще это матери но и многие отцы зачастую полностью увлекаются в процесс до этого бывшие вполне благополучными членами общества обнаруживают что в их положении появились некие особенности в первую очередь возникает чувство вины почти все эти родители страдают от чувства вины от того что они где-то что-то не сделали или сделали не так и вот теперь их ребенок страдает во вторых их жизнь начинает крутиться вокруг этого ребенка причем в отличие от родителей нормотипичных детей здесь совсем неизвестно сколько времени эта ситуация будет сохраняться про нормотипичного ребенка известно как он развивается то есть сколько времени у него занимает подрасти, сколько времени занимает повзрослеть, там все эти кризисы, педагогика. И все знают, что в какой-то момент он вырастет и будет требовать все меньше прямых родительских ресурсов. А с особым ребенком непонятно, что будет и какой будет итог. И хорошо, если проблему удастся решить. Тогда, пусть и с усилиями, все вернется на нормальные рельсы, и родители получат обратно свою жизнь. А если не удастся, скажем, если ребенок очень тяжелый, тогда что? Ведь об этом реально страшно даже думать. Потом, очень часто родители подвергаются осуждению окружающего общества, которые, скажем правду, даже в самых толерантных странах не готовы терпеть многие особенности таких детей. Это начинается буквально с детского сада и продолжается дальше. И этот момент может быть очень тяжелым для родителей, и может приводить их в состояние депрессии. Ну, про усиление чувства вины говорить не приходится. Оно, естественно, усиливается. И вот в какой-то момент, именно тут, многие родители начинают задаваться вопросом. «Зачем?» «Зачем?» «Зачем вот это все?» И я очень понимаю, что любому человеку в такой ситуации необходимо найти конструктивный ответ на этот вопрос. То есть «Зачем?» Потому что, если этот ответ не найти, то вся жизнь просто потеряет смысл. Как я уже упоминала, попытки понять, зачем все это делались и делаются постоянно с разной степенью успеха. Некоторые родители стараются отстраниться от ситуации, некоторые подпадают под влияние людей, которые еще больше усиливают их чувство вины с помощью каких-нибудь манипуляций, иногда даже запугиваний, а иногда даже наносят вред психике самих родителей, не говоря уже о ребенке. Лично я называю хорошей ситуацией, когда родитель, ухаживая за особым ребенком, может снова обрести радость жизни. То есть когда он с удовольствием встает утром, понимая, зачем он или она это делает. То есть если родитель может обрести чувство своей нужности, своей сопричастности к творению, то он ощущает смысл в своей жизни. Он хочет жить. Мы так устроены, что если мы внутри себя ощущаем, что то, что мы делаем, мы делаем не зря, что в этом есть смысл, мы живем дальше и мы здоровы сами. То есть нам необходимо понимать смысл задачи и иметь ответ именно на этот вопрос «Зачем?». зачем мы это делаем? И если мы знаем зачем, то мы можем преодолеть любые трудности. И результат будет таким, какого мы могли даже и не ожидать. Собственно, мы такое видали неоднократно. Когда человеку все вокруг говорили «Вот это не получится, вот это не то», а человек все равно шел и делал, зная зачем. И получалось. Так что же у нас есть общего в задаче выращивания особого ребенка для всех родителей мира? Прежде чем я скажу, что это такое, по моему мнению, я хочу напомнить, что, согласно Священному Писанию, человек является помощником и компаньоном Всевышнего в творении. Для первого человека, Адама, эта задача была очевидна. Просто достаточно вспомнить, что он давал имена животным и растениям, благодаря чему они обретали свои свойства и характер. Собственно, сотворение животного завершилось только тогда, когда животное обретало имя от Адама, то есть когда человек его называл. Есть кое-что, что давно уже стало общим местом, и мы уже давно не задумываемся об этом. Но давайте вспомним про это для целей нашей сегодняшней беседы. Мир не статичен, и Всевышний продолжает сотворять его каждое мгновение. То есть если он перестанет это делать, мир просто не будет. И именно в силу этого мир настолько изменчив, и он постоянно обновляется. И в этом мире мы продолжаем быть компаньонами Всевышнего в этом процессе непрерывного творения. Какое отношение это имеет к задаче родителей и особых детей? Ну, мне это очевидно. Эти родители получили под свою ответственность души, которые по какой-то причине не смогли благополучно воплотиться в этом мире, не смогли полностью прийти сюда. Причины того, к чему это случилось, могут быть очень разные, но результат остается одним и тем же. Новая душа не сумела построить здесь здоровое тело, не сумела обрести все инструменты, которые нужны для выполнения ее собственной задачи. Надо ли говорить, что для этой души в этом нет ничего хорошего? Ведь никто из нас не попадает сюда ради удовольствия. В общем, я думаю, все знают, здесь не курорт. На иврите даже есть поговорка «Ахаим зе ле пикник». Как раз, что жизнь это не пикник с Мангелем. Мы сюда попадаем, чтобы что-то здесь сделать, чтобы чего-то достичь, чтобы чему-то научиться, чтобы что-то исправить. Если мы не можем делать то, ради чего мы здесь, мы несчастны. И очевидно, что это верно для всех, в том числе и для тех душ, которые пострадали, так сказать, по дороге. Для иллюстрации можно приводить множество сравнений. Ну, например, мы существа социальные. Нам плохо, когда плохо кому-то рядом с нами. И мы стремимся помочь ему. Сделать так, чтобы человек рядом с нами не страдал. Именно поэтому человеческое общество придумало целые общественные институты, чтобы оказывать помощь тем, кому плохо. И, собственно, нам плохо, когда эти институты не работают, как положено. Собственно, я думаю, это все понимают и все знают. Но одно дело это общественные институты, а другое конкретно и мать и отец, которые видят, что их ребенок не такой, что он не сможет выполнить ту задачу, ради которой он здесь. И им тоже плохо. Они здесь в этом мире для чего-то. У них есть какая-то своя задача. Человек редко имеет только одну задачу в своей жизни. Да, бывает. Однозадачные люди часто становятся очень успешными за счет того, что все их ресурсы посвящаются вот только этой единственной задаче. Иногда мы даже все знаем таких людей, называем их гениями, а иногда злодеями, но это отдельная тема. А для обычного среднего человека в этой жизни есть целый мешок задач. Причем в разном возрасте эти задачи могут меняться. Собственно, я думаю, если каждый из вас сейчас накинет взглядом свою прошлую жизнь, то вы увидите, что да, вы делали разные вещи, вы учились разным вещам, вы исправляли разные вещи. То есть задачи все время менялись, и они шли параллельно, то есть никогда не было одной единственной задачи. То есть среднему человеку, какими мы все собственно являемся, надо и мир познать, и себя в мире показать, что-то нужно построить, чему-то не дать сломаться, не дать кому-то умереть, может быть, кому-то помочь, нужно родить сына, построить дом. Ну, в общем, короче, все мы знаем все эти наборы. И вдруг наступает момент, когда возникает чрезвычайная ситуация, и тогда все вот эти наши задачи ежедневные, которые мы привыкли с удовольствием делать, нам с ними хорошо, и вдруг все эти задачи откладываются на потом, до лучших времен, а мы начинаем работать, чтобы разрешить эту чрезвычайную ситуацию. В чем отличие более или менее очевидных чрезвычайных ситуаций от рождения особого ребенка? В первую и главную очередь в сроках. Чрезвычайная ситуация, она на то и чрезвычайная ситуация, что мы ожидаем, что она рано или поздно кончится, что она быстро кончится, потому что, если она не кончается, то она перестает быть чрезвычайной. С особым ребенком мы знаем, что это минимум несколько лет работы. Это знание усиливает стресс, и чтобы снять его, необходимо понимать, что же на самом деле происходит. И вот тут на первый план для родителей выходит новая задача. Ответственность за особого ребенка. Вот он, уже есть этот ребенок. И родители отвечают за то, чтобы он смог достичь такого состояния, когда он станет самостоятельной личностью, станет сотворцом, то есть сможет участвовать в сотворении, будет выполнять свою собственную задачу в этом мире. Эта задача, ответственность, не очень популярна в наши дни. Сегодня молодежи внушают, что человек рождается, чтобы быть счастливым и чтобы наслаждаться. В результате очень многие молодые люди, когда вырастают, они обнаруживают, что, скажем так, мир совершенно не рассчитывает на то, что он будет существовать только ради их удовольствия. Не устроен мир так. Многие молодые люди, к счастью, глядя на то, как окружающий мир устроен, быстро понимают, что счастье не может быть задачей. Собственно, и наслаждение не может быть задачей. Мы просто физически не можем все время наслаждаться. Наш организм так не устроен. Счастье – это эмоциональное состояние, причем состояние кратковременное по самой своей природе. Вот депрессия, она, да, может длиться годами. А счастье мимолетно. Самое острое ощущение счастья быстро протупляется, и мы возвращаемся в обыденность. И счастье само по себе ничего не может изменить в мире. Оно кратковременно и статично. То есть человек, который счастлив, зачем ему двигаться, ему и так хорошо. Но мы люди, мы не статичные. Во-первых, мы живем достаточно долго, всем желаю, до 120. и при этом мы очень динамичные как личности и как часть социума. То есть все меняется, мы меняемся, социум вокруг нас меняется. И поэтому единственный вариант испытывать счастье – это найти такой способ жизни, при котором ощущение счастья будет к нам часто возвращаться в процессе и в результате каких-то наших действий. Можно сказать даже, что счастье – это побочный эффект, некая эмоциональная награда нам за то, что мы выполняем свою настоящую задачу. Когда мы это делаем, мы ощущаем не просто эмоциональный всплеск, кратковременную эйфорию, мы ощущаем полноту жизни, внутреннее удовлетворение миром и собой в нем, гармонию и успокоенность. И поэтому бессмысленно ставить во главу угла стремление к счастью, погоню за ним. Это не может быть задачей, но может повредить нам, не давая нам делать то, ради чего наша душа пришла сюда. Мне вдруг пришло в голову, что возможные духовные причины того, что за последние несколько десятков лет количество рождений особых детей сильно выросло, именно в этом. Люди не хотят действовать, не хотят напрягаться, не хотят вкладывать силы в творение. Они хотят вот этого мифического счастья, непрерывного наслаждения, которым якобы кто-то обещал. Просто мир должен о них заботиться, а они должны быть таким вот украшением. Ну или не украшением, потому что, скажем так, чтобы быть хорошим украшением, тоже нужно потрудиться. И вот такие особые дети приходят в этот мир как противовес этой эйфории. Просто чтобы показать, это не так, работать нужно. То есть в этом мире есть много работы, есть много того, что необходимо сделать. из-за этого нежелания напрягаться, нежелания трудиться, в том числе и эмоционально, из-за стремления к вечному наслаждению происходит множество разочарований. И хорошо, если человек довольно рано понимает, где ошибка, и у него еще остается достаточно времени для своей собственной жизни. Но это так, это лирическое отступление на тему. Вернемся к тому, что у нас происходит с нашей задачей и нашим духовным развитием. Когда у нас в семье чрезвычайная ситуация в виде рождения особого ребенка, то отодвигаются все задачи, кроме одной. Ему надо помочь. Родители страдают от того, что их ребенок, душа, божественная душа, которую они привели в этот мир, не будет иметь возможности выполнить свою задачу. И тут родители настигает, накрывает совсем другая задача, о которой они, если и думали изначально, то точно не в таком варианте. И это задача ответственности. Они соучаствовали в процессе божественного творения. И в рамках этого соучастия они привели еще одну Божью душу в этот мир. Но что-то пошло не так. Не знаю, что. Что-то. И теперь вот они отвечают за эту душу, отвечают за то, чтобы устранить аварию и ее последствия, чтобы исправить упущение, если было упущение, чтобы дать этой душе возможность полностью воплотиться здесь и выполнить уже ее божественную задачу. И они мобилизуют все свои ресурсы, чтобы помочь ребенку. Но поскольку чрезвычайная ситуация при рождении особого ребенка вещь долговременная, то очень скоро родители встают перед прямым вопросом «Как выжить?» Помощь такой душе, которая не сумела прийти сюда целиком, неважно по какой причине, требует очень много ресурсов и материальных, и душевных, и разных прочих. Когда мы молодые, нам кажется, что у нас море всяких ресурсов, неисчерпаемо. Но, к сожалению, родители особых деток довольно быстро обнаруживают, что ресурсы эти конечные, и далеко не всегда их удается восполнить. Простой пример того, какие ресурсы могут потребоваться. Ребенок не готов спать и есть. Как долго мать сможет выдержать бессонные ночи? Ребенок все время кричит. Как долго мать и другие члены семьи смогут выдерживать постоянное звуковое насилие без вреда для своей психики? А ведь это еще достаточно безобидные варианты. Бывает и другое хуже. И вот родители, которые будут жалеть себя и рвать на себе волосы, очень быстро выгорят. А выгорание это очень плохо для всей семьи, и поэтому нельзя допускать вот этого выгорания, нельзя допускать само выгорание. Да, это трудно, но возможно. И среди всех этих трудностей родители интуитивно чувствуют, что изменилась их жизненная задача, что теперь они получили новую задачу и с ее помощью могут изменить себя. И приходит идея так называемого духовного роста, духовного совершенствования. Родители редко могут сформулировать, в чем заключается этот самый духовный рост, самосовершенствование. Те, которые это представляют, самые настоящие гении, на мой взгляд. Им надо только воплотить свои представления в реальность. Я так понимаю, что такие родители мне не пишут, просто потому, что они уже все и так знают. А те, которые пишут и как бы и звонят и так далее, просто обычные хорошие люди, которым важно стать лучше самим и сделать лучше этот мир. и которые хотят помочь своему ребенку. Ведь задача ответственности сейчас стала главной. Собственно, она впереди всего. Все остальное подгоняется под нее. И они начинают искать. Как правило, сначала они исследуют очевидные пути, основанные на чистом разуме, официальной медицине. Кто-то там и остается, смиряется с ситуацией, искать перестает. Многие же в этом пути разочаровываются и начинают искать в области психологии, религии, мистики. И вот тут они обнаруживают, что мир не исчерпывается одним разумом и формальной логикой. Мир гораздо сложнее, разнообразнее и глубже. И родители находят для себя новые методики, необъяснимые с точки зрения разума и официальной науки. Но эти методики работают, и родители обретают надежду. Они видят изменения в ребенке и вдруг обнаруживают, что сами они тоже изменились. Я бы сказала, что часто бывает, что они изменились, и ребенок изменился следом. То есть ребенок меняется тогда, когда меняются родители, что говорит о том, что у них теперь общая духовная задача. Они идут дальше, продолжают искать и пробовать, и в конечном итоге понимают, что выполнение задачи ответственности привело их в некий новый мир, который их собственный. На этом этапе многие родители выбирают оказывать помощь другим родителям, находящимся в аналогичном поиске. Образуются группы, образуются какие-то знакомства. И что происходит, если задачу помощи своему ребенку вдруг удается разрешить полностью, и он полностью восстанавливается? Мы это видели. У многих родителей происходит как бы отторжение своего прошлого. Они хотят забыть о своем тяжелом опыте. Это нормально, им необходимо восстановить потраченные ресурсы. Но проходит несколько лет, и возвращается желание помощи другим и желание нового духовного роста. То есть что произошло? Родители потратились, но они решили задачу. Они восстановились, и они хотят идти дальше. То есть это совершенно как бы нормальный цикл. Я думаю, что из того, что я сказала, уже очевидно, что я считаю, что нет и не может быть единого пути для духовного роста и духовного совершенствования. Мы все разные, и пути наши тоже разные. И это хорошо. Если бы можно было весь мир уложить в один шаблон, то этот мир стал бы очень скучным. Всевышний Творец вообще большой затейник, и скуки не терпят. Смотрите, насколько мир разнообразен. И поэтому не может быть ничего долговременно статичного. Более того, я считаю, и еврейская традиция это поддерживает, что возможно самую обычную жизнь превратить в путь самосовершенствования духовного роста. Это ответственность за себя и за окружающие нас души. Это отличный инструмент для этой цели. Так давайте поговорим, как нам превратить всю свою жизнь в инструмент духовного роста. Давайте рассмотрим некоторые аспекты того, как это сделать. На самом деле, я даю только общие наметки. То есть, если кто-то всерьез начинает с этим разбираться, то он видит, что есть много маленьких нюансов и много вариантов. Но, в общем, я просто, поскольку мир, опять же, настолько разнообразен, я не могу охватить все. И, которые, как мне кажется, подойдут всем. Давайте определим духовное развитие следующим образом. Человек желает измениться таким образом, чтобы стать, во-первых, более осознанным, лучше понимать себя, быть более высоко моральным, возможно, желание обретения каких-то навыков, как, например, научиться решать какие-то практические или теоретические задачи, ну, например, говорить перед большой аудиторией, да что угодно. Обретение любых других качеств, которые позволят человеку глубже и полнее ощутить свою сопричастность творцу и процессу творения. Собственно, я думаю, что вот именно эта формулировка определяет цель любого духовного развития. То есть мы должны, собственно, мы не должны, мы хотим, мы изнутри хотим ощутить вот эту свою сопричастность, сопричастность творцу и процессу творения, ощутить, что мы со-творцы. То есть мы участвуем в этом со-творении мира. Как я уже многократно говорила, нет единого пути для достижения этого. Каждый человек идет своим особым путем, что, в общем, логично. Но все же есть какие-то, скажем так, правила, которые стоит соблюдать на пути к духовному совершенствованию. Ну, во-первых, это правила личной духовной безопасности, на что следует обращать внимание, когда вы выбираете какие-то методы или учения. Ну, я набросала некоторое количество, скажем так, очевидных вещей, но наверняка есть больше и наверняка есть какие-то варианты, скажем так, правил, которые следует учитывать людям определенного склада. но вот то, что я сейчас назову, я думаю, что это точно для всех правильно. То есть, какие общие правила и признаки того, что вот вам не надо этим заниматься? Во-первых, если вам угут, если вас пытаются запугать, вы видите, что вам или кому-то наносится сознательный вред или скрывается информация о возможных вредных последствиях, если вас стараются вызвать или усилить чувство вины, если вам пытаются внушить комплекс неполноценности, если вас пытаются привязать, если вас пытаются ограничить в поисках и исследованиях других методов и учений, пытаются изолировать вас от окружающего мира. Собственно, на мой взгляд, любого из этих пунктов уже достаточно, чтобы насторожиться. Если вы видите сочетание двух или более из них, то вы должны понимать, что вы готовитесь вступить во что-то, ну, скажем так, достаточно опасное. И, кстати, это касается не только путей духовного роста, но и чего угодно другого. Методы, которыми осуществляются, например, ложь и запугивание, могут различаться, но сам факт наличия лжи и запугивания уже должен насторожить. Во-вторых, нам важна доброкачественность целей. Да, я специально выбрала такое слово «доброкачественная цель», потому что по неопытности может быть поставлена цель, которая в итоге приведет к разрушению самого человека, к разрушению его психического здоровья и в конечном итоге к разрушению самой личности. Как определить, доброкачественна ли цель? Попробую сформулировать принципы выбора цели. Во-первых, нельзя рассчитывать на чудо. Если вы, конечно, не обладаете сверхспособностями, как, например, у Ригеллер, но и в этом случае постулат верный, только понятие «чудо» примет несколько другое значение. То есть для Ури Геллера для него, скажем так, есть другие вещи, которые он воспринимает как чудеса. То есть цель должна быть реально хотя бы в теории. Например, в достаточно многих случаях есть вероятность полного выздоровления ребенка. Но есть много случаев, когда полное выздоровление уже невозможно по какой-то причине, а возможно только улучшение или даже только поддержка состояния. Специально привожу пример, не связанный с аутизмом. Ребенок родился без щитовидной железы. Почему? Как? Это отдельная история. Вот родился ребенок, еще на УЗИ определили, что у него нет щитовидной железы. Что делать? Очевидно, что в этом случае щитовидная железа уже ниоткуда не возьмется, и ребенок будет пожизненно на гормонозаместительной терапии. И возможно только поддержка. Кстати, довольно непростая, потому что нужно поддерживать как бы гармонию всего, а это в общем не очень просто с искусственными гормонами. И, кстати, это совершенно реальный случай. И оказалось, что это совсем не конец света. Да, работы много, но ребенок абсолютно полноценный по развитию, хотя требует постоянной заботы в питании и в других аспектах. Следующий момент. Цель должна быть позитивной, созидающей. Она должна приносить пользу не только самому человеку, но и окружающим его. Если в результате следования цели разваливается семья, вы сами или окружающие вас люди теряют здоровье, да даже просто если теряют радость жизни, то эта цель недоброкачественная. Между прочим, это может случиться с самой благородной целью, если она вам не подходит. Ну, например, потому что у вас совсем другая натура или вам нужно что-то совсем другое. Ну, что делать? Мы все разные, как бы, нормально? И чтобы это понять, нужно просто быть честным с самим собой и не скрывать, что есть вещи, которые вы делать не можете, ибо ваша душа имеет другую структуру, не подходящую для данной цели. Следующий аспект. Цель должна давать возможность делания, как процесса, то есть она не может быть абстрактной. Она должна иметь точку конкретного и очень материального приложения сил. Цель должна позволять совершенствование через ежедневные простые действия. Ну, я возьму совсем уж крайний пример. Например, смена грязного памперса у ребенка. Или даже там не у ребенка, допустим, у старика, у любого человека, за которым вы должны ухаживать. Можно менять этот грязный памперс брезгливо-морщенос и думая, какой он, этот ребенок, маленький, скажем так, грязнуля, и как он вам уже надоел. А можно по-другому, можно понимать, что вы сейчас оказываете помощь другой божественной душе, которая находится в состоянии беды и за которую лично вы отвечаете. То есть действие будет то же самое, вы просто смените грязный памперс. Но ваше самоощущение потом будет совершенно разным. В первом случае вы будете чувствовать, что вами снова попользовались, заставили пачкать руки от чей-то грязный памперс. Во втором же случае вы будете горды собой, что ваш ребенок или не ребенок, кто угодно, за кем вы ухаживаете, чистый, умытый, ему хорошо благодаря вам. Вы его любите и он вас любит, и он вам благодарен, даже если он не умеет выразить это словами. И что этим простым действием вы немного, но улучшили окружающий мир. Цель не должна поглощать все ваши ресурсы. У вас должно оставаться достаточно ресурсов для себя. То есть не надо во имя цели тратить себя до потери здоровья. Ваша душа точно такая же божественная душа, как и у вашего особого ребенка и точно так же имеет право на ваше внимание и заботу. Более того, вы точно так же отвечаете за свою божественную душу и за выполнение ей ее задачи. Эта установка хорошо помогает установить правильный баланс в отношениях даю-получаю с кем угодно, не только с ребенком. И напоследок самое главное. Необходимо понимать границы вашей ответственности. Чувство вины растет из расширения границ ответственности практически до бесконечности. Как определить адекватные рамки? Где заканчивается ваша ответственность, а где начинается ответственность Всевышнего? Критерий довольно простой. Там, где вы можете что-то изменить, это ваша ответственность. Там, где вы ничего изменить не можете, ответственность возвращается к Творцу. Для родителей, не готовых отказаться от ответственности за все без исключений, скажу, будьте скромнее. Только Всевышний имеет ресурсы, чтобы отвечать за все. Мы, люди, имеем ограниченные ресурсы, поэтому именно наша скромность поможет нам определить рамки нашей ответственности. Это касается всего, не только ухода за особым ребенком. С кем еще вы будете делить эту ответственность, кроме Всевышнего? Да, я думаю, вы уже догадались. Вот с ним, с самим ребенком. Неся за него ответственность, вы не должны забирать себе и его ответственность за себя и за свои поступки. Умение понять, где заканчивается ваша ответственность и где начинается ответственность самого ребенка, очень важное качество, которое необходимо развивать в себе каждому родителю. Без этого не получится решить совместную задачу помощи детской души. Как пример, тот же Памперс. Почему вообще его надо менять подросшему ребенку? Почему он не ходит в туалет? Он действительно не может управлять своими естественными потребностями? Или может он просто ленится? Или может быть он вредничает, чтобы мама пожалела? Однажды я слышала от одной взрослой дамы, что она в детстве не хотела ходить на горшок, потому что ей нравилось ощущение того, как это все происходит в трусы. Ясно же, что это все разные ситуации, и ответственность родителей здесь правильно перевести часть этой ответственности на самого ребенка. Само собой, ответ на вопрос, как это сделать, требует работы со стороны родителей и будет разным для каждой семьи. Я надеюсь, что из всего этого понятно, что нет необходимости делать что-то экстраординарное для того, чтобы духовно расти и совершенствоваться. Духовная работа может и должна делаться с помощью самых обыденных ежедневных действий. Что нужно для того, чтобы действие превратилось из обычного, обыденного в духовное, особое, приносящее изменение? На самом деле не так много. Необходимы очень простые вещи. Во-первых, осознанность действия. То есть, как пример, та же смена памперса может быть сделана на автомате, а может быть с полным осознанием процесса. Причем, во втором случае вы точно избежите образования пролежни и прочих неприятностей, как побочный эффект от осознанности. Необходимо намерение. Например, так. Я сейчас меняю этот памперс с намерением помощи этой душе, которая сейчас находится в бедственном положении. Я делаю это потому, что я партнер Всевышнего в творении. Сначала вы будете формулировать ваше намерение словами, но потом оно потихоньку видоизменится и станет просто частью вас. Будет уже автоматически всегда присутствовать в ваших действиях. Необходима осознанность задачи. Я меняю этот памперс потому, что я отвечаю за эту душу, которая пришла в этот мир с моей помощью. и она сама пока не может это делать. И необходима честность с самим собой. Необходим анализ ваших эмоций и мыслей и коррекция ваших действий, если есть необходимость. Это условие необходимое. Без него вы просто потратите ресурсы и получите нервный срыв. мне кажется, что все, что я сказала, это все очень просто и банально. Но попробуйте делать это все время. Вот побудьте осознанными ежедневно хотя бы несколько раз в день. Вы обнаружите, что это потребует от вас изменить все ваши привычки. Возможно, изменить даже ваш образ и уклад жизни. А это трудно. На это уходит куча времени. Бывают кризисы. Потом кризисы проходят, если ваше намерение сильно. Если вы будете упорными, то настанет момент, когда вы поймете, что вы изменились, что вы другой человек, более мудрый, более спокойный, более понимающий, более добрый. И вы вдруг обнаружите, что вы научились многому такому, о существовании чего вы даже не подозревали в начале вашего пути. И вы увидите другие задачи, которые вы сможете выполнять в этом мире. Ну вот, я сказала то, что я подумала. И я буду очень рада, если мне сейчас будут задавать вопросы, если у нас получится обсуждение. Поэтому давайте, ребята, включайте звук. Да. Не стесняйтесь. Здравствуйте, можно мне начать? Скажите, пожалуйста, про духовное развитие, все понятно, очень интересно. Те родители, да, ищут помощи в логопедах, в педагогах, в психологах, обращаясь также к вам. Не перекладываем ли мы таким образом свою ответственность за ребенка своего других. Это будет считаться духовным ростом. Значит, смотри, твоя ответственность за ребенка заключается в том, в том числе, что ты ему обеспечиваешь все условия, чтобы он мог развиться по максимуму. То есть, понимаешь, если ты, скажем, сама логопед, да, то, конечно, тебе нет необходимости обращаться к логопеду. Но если ты сама не логопед, то, значит, твоя ответственность в чем? Чтобы найти хорошего логопеда и обеспечить возможность для ребенка с ним заниматься. Понимаешь, то же самое касается нас, да, то есть, например, скажем, вот сейчас недавно к нам пришла одна местная семья, там уже довольно большой ребенок, они были везде, да, то есть, вот их ответственность была в том, чтобы искать и найти для ребенка тот путь, который ему поможет. Вот сейчас они дошли до нас, и, к счастью, есть очень хорошие изменения. Вот, это их ответственность, понимаешь, это не то, что они на нас приложили ответственность, нет, они нас взяли в помощь, чтобы реализовать свою ответственность, понимаешь? Ты согласна, или... теперь согласна, потому что я всегда, когда вот ищу кого-то, да, когда вас нашла, мне всегда казалось, вот чувство у меня такое было, что я свою ответственность, свою карму как бы на других перекладываю. Правильно ли это? Нет, смотри, пока ты о ребенке забыл. Не должна ли я сама всего добиваться, чтобы духовно вырасти, да, чтобы добиться своей цели? Должна ли я прибегать к другим людям, ища у них помощь? А ты знаешь, это нормально прибегать к помощи. Теперь я понимаю. Да, потому что, смотри, мы же не просто так живем в обществе, да, люди вообще, мы как бы животные социальные, мы, нам в одиночестве очень плохо, мы не можем, да, мы не можем делать все. Вот, например, даже в обществе, посмотри, существует разделение труда, да, кто-то там готовит еду, кто-то пашет землю и так далее, да, то есть можно тоже сказать, что это перекладывание ответственности. Когда-то же люди жили натуральным хозяйством, да, но даже в натуральном хозяйстве было разделение этой ответственности, то есть это не перекладывание, это, скажем так, принятие помощи и разделение этой ответственности, то есть как бы это правильно, это нормально, просто ты должна это понимать, да, в тот момент, когда ты это понимаешь, как бы все нормально. Спасибо. Ещё есть у нас темы для обсуждения? Скажите, пожалуйста, Иосифа, а если мама сама логопед и старается помогать другим детям, но со своим собственным ребёнком заниматься очень сложно, потому что, ну, в общем, стараешься, чтобы он был, ну, скажем, более совершенен, то есть прикладываешь много усилий, но результата такого, какой хочешь получить, нет. Это нормально, если ты ищешь других специалистов? Знаешь, это не просто нормально, это замечательно. Это значит, что мама трезво оценивает то, что происходит. Она понимает, что вот ребёнок не готов её слушать как авторитет, и она принимает сознательное решение найти кого-то другого, кого ребёнок будет слушать. То есть это не просто нормально, это великолепно. То есть мама не впала в гордыню, не сказала, нет, я всё сама. Ах, вот этот ребёнок, вот он неправильно ко мне относится, вот он не сидит на занятиях, да. Нет, мама осознала границы своих возможностей, и она как бы нашла кого-то другого. Я считаю, что это очень хорошо. Спасибо большое. Скажем так, мы видели таких родителей, которые вот считают, что, ах, я вот должен это делать, потому что там то-то, то-то, то-то. Да, вот ребёнок не слушается, да, вот всё равно результата нет, но я всё равно буду биться головой об стенку. То есть понятно же, что это как бы неправильно, да. Ребята, ещё вопросы есть? Мне кажется, тема такая обширная, сложная, как-то все так затихли. Обдумать, может, надо. Можно мне, Юзефа? Конечно. Хочу напомниться. Значит, я бабушка особого ребёнка, родители у него глухие. Ну и вот всё моё... Ой, простите. Я полвекции проплакала. Значит, всё моё духовное стремление даёт ли какой-нибудь результат? Потому что я бабушка, стараюсь донести до родителей кое-что, но кое-что удаётся. Допустим, дочь ещё как-то воспринимает, но зять не очень, поэтому иногда не слышит. То есть информации, конечно, у них недостаточно в силу того, что они глухие. То есть они не имеют всего, не умеют, не могут услышать, не могут, иногда и не хотят. То есть конкретно вопрос. Моё духовное стремление. Ребёнок ко мне очень привязан, он даже воспринимает, он даже, ну как бы сказать, он знает и вас, и сказки слушает, и всё такое. И мои постоянные медитации направлены на его. Даёт ли это какой-то результат? Или я как бабушка в этом отношении бессильна? Знаете, я вам скажу, что любая осознанная работа даёт результат. Мы это наблюдали многократно. Другое дело, что результат может быть небыстрым, да, и работа может быть достаточно тяжёлой. Я думаю, что в вашей ситуации у вас действительно сложная ситуация. То есть если родители ребёнка глухие от рождения, то есть им нельзя дать, скажем, звуковую лекцию, да? Да. Они читать могут? Конечно, могут. Вот, если они могут читать, то, значит, я думаю, вам стоит просто чётко оценить, да, вот просто физически, какие есть возможности, чтобы доносить до них информацию. То есть, во-первых, учтите тоже, что вы для них мама, то есть для дочки вы мама, да? А есть проблема отцов и детей, она всегда есть, и она как бы никуда не девается, к сожалению. Поэтому ваша дочка может относиться как бы к вашим советам, ну, немного, скажем так, а опять эта мама чего-то хочет, да? Так дочь, что он как бы понимает, но вот зять, он… Тем более, тем более, смотрите, зять ещё хуже, да, зять, как он относится к тёще, да, вот опять эта тёща занудная, да? Вот здесь мы приходим к той же ситуации, как вот предыдущая мамочка-логопеда нашла другого логопеда, да? Оцените, что, возможно, можно найти каких-то других людей, которые смогут донести ту информацию, которую вам надо, как бы до вашего зятя и до дочери. Уже думала, оценивала, и, по-видимому, я ничего не нашла, ничего. А вы знаете, вот здесь нужно как бы дать такой запрос во Вселенную, что вы ищете не как донести, а вы ищете кого-то, кто будет авторитетом для ваших, так сказать, молодых, который сможет доносить им информацию. Причём человек этот должен быть, ну, скажем так, достойным, да? То есть он не должен пытаться ими манипулировать. То есть вот это очень важно, да? Ну, в общем, короче, да, эта ситуация сложная. И здесь нужно именно искать вашу ответственность в том, чтобы искать пути, как можно всё-таки воздействовать на эту ситуацию. Спасибо. Спасибо, попробуем. Ну, конечно, работать, если внук с вами хорошо общается, и как бы он вас слушается и любит, так вы фактически можете делать всё то же самое, что делает мать. Видите, мы на расстоянии живём где-то. Я аж уже довольно в солидном возрасте. И внука отдала, конечно, родителям, когда он пошёл в школу. Ну, мы периодически, я туда езжу, периодически на каникулы он ко мне приезжает. Вот и сейчас уже хочет приехать, потому что в лагере был. То есть, да. Дили, прошу прощения, я вас немножко со всеми с вами знаком, как вы знаете. Да. Я думаю, он должен вас порадовать. Если есть положительная динамика у внука, у Давида, это значит, что да, всё делается правильно с вашей стороны. Это да. Конечно, конечно. Это единственный критерий. Всё становится эмоцией. Да, бабушка – это очень важный человек в жизни ребёнка, если она участвует. Я вам скажу про себя. Меня фактически вырастила бабушка, за что я ей очень и очень благодарна. Так что бабушка – это здорово. Плохо, когда бабушки нет, а когда она ест, это великолепно. Да, и у меня такая же подобная история. Так что передаётся всё, так сказать. Да. И мой труд. Спасибо вам огромное. Спасибо. Так что удачи вам, конечно, успехов. Спасибо. Ещё у нас есть вопросы? Да, я смотрю, все сидят, что-то всхлипывают. Может, надо дать время подумать. Ну, вообще, конечно, да, ребята, тема эмоциональная. Естефа, можно вопрос? Конечно, конечно. У меня вот такой вопрос. Я пришла как бы опытным путём. Вот хочу услышать ваше мнение. Вопрос самостоятельности ребёнка и ответственности родителя в этом плане. И когда вот я думала, да, что очень хотела бы, чтобы ребёнок стал самостоятельным в этой жизни, и поняла, что, ну, так как вела лекции для родителей нормотипичных детей, да, что родитель показывает пример, да, что невозможно научить тому, чего у тебя нет. И одно дело завязывать шнурки в его положении, да, то есть это будет прорыв. А что может сделать взрослый, когда вот именно в плане самостоятельности? То есть и вот тут вот я рассмотрела свою жизнь немножко по-другому, немножко прям кардинально, и перешла из мира размышлений в мир действий. Потому что самостоятельность – это всегда оно вот именно про действия. Совершенно верно. Вот, и вот я просто видела на примере многих мам, вот именно мам особых детей, которые вот к вам приезжали, что, мне кажется, даже первое, что они начинают вот вообще делать, кто-то там начинает рассказывать, ну, вот писали, да, кто-то начинает там и гардероб перебирать, там что-то профессию менять, что-то такое, ну, то есть какие-то вот такие вот шаги реальные в жизни. И вот хотелось бы вот еще вот, чтобы вы что-то по этому поводу сказали. Ну, как бы вот мне хочется какого-то укрепления, что ли, в этой идее, в этой мысли. Мысль абсолютно правильная. И я, собственно, упомянула это вот сейчас, когда говорила, что ответственность, она не только на матери, да, и на отце, она и на ребенке тоже. Но, к сожалению, как бы с особыми детьми приходится учитывать ту степень, в которой они готовы эту ответственность нести, да. И вот здесь, как бы, очень сложная работа родителей понять, в какой степени ребенок может отвечать там за какие-то конкретные аспекты своей жизни. Ну, я привозила в пример памперс, да, как бы, поскольку это очень частая проблема, да, ребенок, ребенку, скажем, 6 лет, а он все еще в памперсе, да, и такое, как бы, достаточно часто мы видим. Или ребенку 15 лет, а он еще не способен полностью справиться со своим туалетом, да. И всегда здесь возникает вопрос, где та грань, да, до которой мать должна о нем беспокоиться вот в этих аспектах, да. То же самое и самостоятельность. То есть, ибо самостоятельность, сама понимаешь, это начинается с мелочей типа туалета, да, и продвигается дальше до самостоятельной жизни. То есть, нужно оценивать, как бы, зрелость ребенка. И как только появляется намек только, что он может чуть-чуть больше, ему тут же надо давать больше ответственности. Как бы, скажем так, знаешь, бывают очень творческие родители, которые находят пути, как ребенка заставить, да, то есть, как ребенке пробудить эту вот ответственность, желание быть ответственным. Это, скажем так, далеко не всегда просто. Я бы сказала, что это всегда очень непросто, потому что, в общем, очень многие дети, они созревают позже, чем как бы нормотипичные, и они, скажем так, совсем не стремятся брать на себя эту ответственность. И вот работа родителей, скажем так, родителей, которые ухитряются все-таки, эту ответственность ребенку, так сказать, всучить, они, в моем понимании, просто гениальны. Причем, понимаешь, вот то, что ты рассказывала в прошлый раз, мне очень понравилось, потому что мне кажется, что это вот как раз один из путей, как можно вот именно вот этим заниматься, то есть пробуждать в ребенке мотивацию быть ответственным самому за себя. Ну вот мы пробуждаем, но вот опять же, вот как с Олей такая же ситуация. То есть он меня очень сильно воспринимает как маму, вот со всех аспектов, да, а как специалист, и, ну, достаточно сложно. Но, однако, да, мы делаем все, что можем, и придумываем, и обустраиваем, и так далее, чтобы именно вот это вот пробудить. Лена, я немножко вмешаюсь по поводу делать все, возможно, обустраиваемым и так далее. С точки зрения опыта многих людей, с которыми мы общаемся, и многие потом лично тебе тоже, я думаю, сами напишут, расскажут о своем личном опыте. То, что ты спрашиваешь, вероятно, имеет один короткий ответ. Что касается родителей, они не должны позволять себе лишать ребенка ответственности за свою жизнь. В том числе, кстати говоря, за собственные ошибки. Не должны лишать его возможности получить жизненный опыт, научиться чему-то, что-то сделать хорошее, чувствовать себя человеком. Очень многие родители говорят о том, что вот мы наблюдаем, как он растет. Ну да, вот он стал проявлять способность делать что-то такое, ну и тогда можно его нагрузить. А вот до этого момента мы ничего делать не будем. Ну, как показывает практика, когда эти люди оказываются вынуждены уже, ну, буквально ребенка не делать вместо ребенка то, что он может и должен делать, вот для них лично это оказывается большой проблемой. И оказывается, что это, собственно, не проблема, была ребенка, который не может что-то сделать, а проблема у его родителей, которым нужно было чувствовать собственную важность, даже от того, что вот они вот этого делают. Для кого-то из родителей подобное дело не за ребенка, и, ну, практически, как об этом многократно везде говорится, практически как бы привязывание его к себе. А стоят еще другие интересы, но это не интересы ребенка, это интересы удобства родителей. Поэтому тут вопрос такой неоднозначный, и с моей точки зрения, нужно долг родителей именно содействовать тому, чтобы ребенок стал завтра, сегодня делать то, чтобы завтра ребенок стал успешным и счастливым в жизни человеком. счастливым именно за счет того, что он хороший, и он это осознает, и он действует таким образом, что это вот в глазах других людей и в своих, вот эти действия говорят о том, что он хороший человек, он счастлив от этого, что он хороший. Очень многие родители, из тех, кто присутствует сейчас, могут рассказать о своем опыте, что когда они уже буквально в силу того, что кто-то из специалистов, к которым они обращались, уже настоятельно рекомендовал, но больше ребенка нагружать его обязанностями, что-то делать, например, по дому. И опять-таки это может возникнуть только тогда, когда родители сами прекратят делать это вместо него. То есть, когда они делают, вместо него его одевают, за него томуют посуду, за него убирают то, что он набросал, при том, что он прекрасно может это делать, как это известно им тоже. Но вот такая вот ситуация. Поэтому в очень большой степени отвечает на этот вопрос. Здесь важно, вот называется, вспомнилась почему-то фраза совершенно из другой, то, что называется опера. Книга вспомнилась название, книги Дейла Карнеги, по поводу искусства общения, «Как перестать беспокоиться и начать жить». Вот одна из задач родителей, наверное, это вот именно в том, чтобы перестать беспокоиться и быть уверенным, в том числе, в том, что ребенок, само собой разумеется, он делает вот это, вот это, да, на определенном этапе необходимо ему помочь, научить, показать, как это делается, поддержать и так далее. Но не более. То есть быть рядом, но не двигать его руками, в самом буквальном смысле. Некоторые, например, дети пишут только тогда, когда их держат за руки родители. И совсем не смешно это. Но это происходит не только в этом конкретном случае писания, но и во всех остальных. То есть они практически отдают себя в реализацию желания родить и кого-то, любого, но и себя. При этом они сами прекрасно могут и хотят это делать. И, как многие родители могут рассказать, они страдают от того, что им не позволяют что-то делать, потому что они хотят. Они говорят, вот делай вот это, делай вот это, делай вот это. Знаешь, пока тут Давид говорил, я вспомнила, несколько лет назад было обсуждение. Одна мамочка не могла, значит, найти, идти на работу. То есть, с одной стороны, там была довольно серьезная ситуация с деньгами, нужно было работать. С другой стороны, она боялась оставить ребенка, потому что ребенок сам, значит, не сидел за столом, его нужно было кормить, его нужно было одевать и так далее. В общем, я помню вот всю эту вот ее истерику, как она пойдет на работу, ведь тогда ребенка придется на день отдавать в интернат. Там у них был какой-то специальный интернат, куда можно было то ли на неделю отдавать, то ли на день, не помню уже точно. Ну, в общем, короче, жизнь ее вынудила, и она этого ребенка отдала туда. И буквально там к концу первой недели, когда ребенок вернулся на выходные домой, она была потрясена тем, что вдруг ребенок все делает. Ребенок сел за стол, ребенок сел, взял ложку, ребенок поел, да. В общем, как только мама перестала о нем, так сказать, бегать вокруг него и все ему делать, то вдруг оказалось, что ребенок все великолепно делает сам. То есть, понимаешь? Можно представить, что его там не заставляли что-то делать. Я ему не знаю. Потому что там не было мамы, которая это делает вместо него, и все. Все просто. Его там не кормили, не хочешь есть, ну сиди голодный, да. То есть, как бы, никто с тобой с миской векать не будет. Ребенок подумал, пошел и стал есть, да, и так далее. Ой, такие случаи, мы сами, вот лично с ССФ, мы их столько слышали, что может целую книгу написать. Вот, то есть, понимаешь, то, что ты... И родить от этого счастлив, что они сами пошли и сделали. Да, то есть, то, что ребенок может, и то, что ты думаешь, что он может, и то, что он может на самом деле, понимаешь, это может совсем не совпадать. Просто ребенка нужно суметь поставить в такие условия, когда у него не будет выбора, и он сделает то, что он может. Ну... Понимаешь? Смотри, беспокойным родителям это очень трудно. Я, между прочим, тоже мамаша та еще в этом плане, да, и при том, что у меня уже дети, слава богу, как бы все с ними нормально, и то, ты знаешь, вот буквально мне в пятницу старшая моя девица говорит, мама, почему ты на все соглашаешься, да? То есть, вот я вот это попросила, а ты тут же согласилась. Ну, я ей, конечно, сказала, а в чем был смысл не соглашаться, да, что мне же не нужно было тебе показать, что вот я могу и не соглашусь, да? Как бы, но на самом деле это все то же самое. То есть, как бы, мы для них готовы делать что угодно. И вот здесь, как бы, да, это очень... Иногда потом эти дети, потом вы сказали, а зачем же вы нам это разрешили и зачем же вы нас, ну, позволили вот такое-то делать? Это тоже настолько часто слышится. Иногда нужно помочь ребенку вот своей вот, ну... Отойдя в сторону, да. Ну, да, в буквальном смысле. Да. Сказать, вот это хорошо, вот это плохо. Это надо делать, а вот это нет. Все. И однозначно это не делается. Ничего личного. Это очень сложный момент. Это называется воспитание, говорят. Вообще так говорят. И во все века так и называлось. Ну, вот, насчет воспитания, короче, в общем, короче, это сложно. Ребенок это... Опять приходим мы к воспитанию родителей, да? Да. То есть, мы приходим, кстати, опять к духовной работе, да? То есть, чтобы совершить духовную работу, родитель сначала воспитывает себя, и через воспитание себя он достигает воспитания ребенка. Это же, да, это очень трудно. Так что... А воспитание себя в том, что касается того, о чем ты спросила, оно очень простое, одновременно очень сложное. И заключается в простом. Не делать вместо него. Все. Вот просто не делать вместо него. Вот это вот, говоря на языком психологии, тебе известно, профессионально, это вот, когда ребенок пребывает в зоне комфорта за счет того, что за него все делают, это очень чреватая зона комфорта, потому что и как только он оказывается в ситуации, где нет тех, кто за него это делает, все оказывается резко совсем плохо. И он всячески начинает избегать ситуации, чтобы оказываться не выйти из этой зоны комфорта, а практически не выйти из зоны, не отойти от мамы и так далее. То есть это дорога не туда. Да, и мама превращается фактически в рабыню. Короче, это совсем не то, что мы хотим. То есть мы должны, как родители, помочь детям в проявлении самостоятельности, естественно, не анархичности, а именно самостоятельности. Они должны обрести опыт больше, чем мы положительные имеем в виду. То есть дети должны уметь больше хорошего делать, чем мы. Но мы помогаем на пути иногда где-то останавливая просто и объяснять, что вот хотя тебе друзья, например, сказали, что так-то, 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 но действительно это совсем не так. И объясните показать почему. Надо просто вот это, вот я привезу совершенно конкретный пример. это долг родителей. Ребенок тоже живет не в вакууме. И даже вот то, что говорите особые дети, когда они приходят в садик, дети с подобными же проявлениями, и они от них учатся делать то, что нельзя делать, это вовсе не то, что родитель должен позволить. Конечно, может позволить, но именно его ответственность в том, чтобы этого не позволить, потому что это, если это его ребенок будет делать, это просто перекроет ему не только настоящее, но и будущее. К примеру, если ребенок видит, что там другие, кто-то там бьет кого-то, каким-то образом там щипает или еще что-то, он подобное же будет делать и с другими. Только реакция будет не как внутри детского сада, а другая со всеми, и они будут, окружающие, те, которые пострадают от этого, они будут правы в своих действиях. А родительский долг именно в том, чтобы помочь ребенку получить позитивный опыт по поводу негативного, ну, это негативное, это нельзя, и чтобы это, в том числе, просто не допустить. Это обязанность родителей. Очень часто происходит разговор о том, что делать, когда ребенок бьет. Вот он нас бьет. Причем, там показывают буквально там жуткие картины, синяки на теле, там на лице, его жалеют, его не останавливают. Ну, как же, он же больной, он же вот не понимает и так далее. А он прекрасно все понимает. И когда родители терпят, в нем вот начинают пробуждаться всякие садистские наклонности, которые потом выходят из дома, он начинает это делать с другими. Вот избивать воспитательниц, например, что мы видели весьма часто. и других тоже. Дома терпят, а в других местах собственно нет. Поэтому, когда родитель проявляет свою ответственность в том, как сказал один молодой человек, в том, чтобы убегать от ответственности, вот самый первый вопрос, который был задан. Некоторые именно так и поступают. То есть мы отдали там в садик, вот они должны воспитывать, отдали там тем-то, вот они должны за это нести ответственность. А мы родители тут как бы ни при чем. Мы заплатили, мы там время потеряли. Да, вот такой элемент тоже есть. Все всегда индивидуально в каких пропорциях что, но тем не менее. Тем не менее. Это... Ну, резюмируя все то многословие, которое я конкретно произнес, все-таки вот все те же слова. Не лишать ребенка возможности быть самостоятельным и проявлять свою ответственность за себя и за других. Вот очень кратко. Это... Смотрите на ответственность, которую ребенок несет за себя, как его духовное развитие. Да, именно. Это ему важно. То есть если он будет вот вести себя, скажем так, не знаю, как нужно, это будет, он не будет, это не будет духовное развитие. Если кого-то интересует вопрос духовного развития своего ребенка, это будет по определению, это будет духовная деградация. Вот не допустить духовную деградацию, вот это, в этом обязанность не только ребенка, но прежде всего его родителей и окружающих. Ну, можно в разных аспектах это понимать, называются другими, более простыми народными словами, но тем не менее. Здесь ответственность, это называется быть хорошим. Все. И делается самим родителям, опять-таки возвращаясь к тому, лечиться подобной ситуацией достаточно просто, вот как Иосифа тоже привела пример из жизни реально. Не делать ничего вместо ребенка, из-за того, что он может делать или должен сделать, даже если он сейчас не может. Вот он не может сейчас, когда он окажется вынужденным начинать с элементарного, собрать то, что он раскидал. А он не может, он бегает. Ну как же он будет? Вот когда ситуация сложится так, что он это соберет, буквально его подведут, вот это нагнут, вот это пожалуйста, вот видишь боляется, где она и так далее. Очень занудно и прочее. Но если в результате понимать, что в результате каждого разбрасывания будет происходить в результате, что его будут вынуждать, не знаю, другой вопрос получится или нет, вот это собрать и говорить, ты раскидал, ты собери. И в следующий раз просто ему эту картинку с игрушками просто не дадут. Почему? Потому что тот и он ее раскидал. Его уговорили собрать и объяснили, если ты с этим не сможешь играть нормально, если ты будешь раскидывать, мы будем вынуждены тебе этого не дать, нам не хочется, потому что тебе это будет неприятно. но если ты вынудишь ты, твоя ответственность в этом, если ты вынудишь родителей нас убрать игрушки, которые ты ломаешь и прочее, это просто произойдет. То же самое касательно любого. Вопрос даже не в физическом наказании, но это действия, которые приведут к тому, что ребенок будет ответствен на свои действия и выделят сам, что делали обычно привычным образом друг за него другие. Одеться самому, постель заправить, хотя бы отнести посуду после того, как позавтракал, поел, хотя бы положить муку, я не говорю о том, чтобы помыть. Детям это такое удовольствие заставляет мыть посуду. Все в мыле, в пене и так далее, для них это огромная радость некоторым советом, если дети ломают посуду, рекомендуем пластиковую или прочную виды разной посуды использовать, чтобы ребенок получил радость, что он сам взял и помыл. Это такой колоссальный рывок в развитии, если говорить об этом, когда ребенок вдруг оказывается действующим. тебе это не надо писать. Но говоря по-простому, возвращаясь к тому же, опять слишком много слов произнес, можно было и нужно было сказать просто вот ту фразу, которая была сказана начальше, что просто родители не должны позволять себе делать без ребенка то, что он должен делать. Все. Находя объяснение тому же. и все тогда волшебным образом может измениться как повод огромного количества родителей из тех, кто сейчас тоже слушает. Вот Исефа рассказал очень яркий пример того, как ребенка на один день отдали в другое место, где за него не делали, оказалось, что он все прекрасно делает. Получается так, что если он может все прекрасно сделать, а он не делает, то это практически издевательство над родителем. какое отношение формируется к маме в такой момент. То есть оно со всех сторон неправильно. Правильно оно всегда как бы однозначно правильно. Знаешь, говорят, что счастливые семьи, они счастливы одинаково, они часто всегда счастливы по-разному. Ну, по-разному прочитывают, но тем не менее, здесь тоже. Правильно вот когда оно правильно во всех смыслах. А когда неправильно, то можно кучу аспектов найти, что из этого негативного выходит. И изменение отношения к маме, которую потом мама уже просто естественно не слушает, потому что мама снимет просто иногда как некоторые говорят, как тряпку, которую он свои ноги вытирает. Какой же тут педагог в его глазах? Он что, должен выполнять то, что мама говорит, к примеру? С какой стати? Если мама себя ведет, то есть она знает, что он может это делать вместо него. А сколько стати она сейчас это не может вместо него сказать, что она сама умеет же? Ну пусть сама и говорит. Ну и говоря про логопеда. Зачем его заставлять? Удачи! Темы все эти очень сложные. Вот это ответственность, разделение ответственности, где моя ответственность начинается, где она заканчивается, где начинается ответственность Всевышнего, где начинается ответственность самого ребенка. И вот это очень сложные, многогранные аспекты. При этом ответственность мамы и ответственность ребёнка, это же приходится думать заново каждый раз по любому поводу. Ребёнок завязал шнурки, ребёнок пошёл в туалет, ребёнок оделся, ребёнок поел, ребёнок помыл посуду, ребёнок пошёл в магазин. И каждый раз мама должна чётко понимать, где закончится её ответственность и где начнётся ответственность с ребёнкой. Как ребёнка мотивировать на то, чтобы он взял на себя больший кусок ответственности. Потому что, к сожалению, да, очень многие из этих детей, они могут гораздо больше, чем они реально делают. И связано это именно с тем, что у них не было повода это делать. Всё, Давид, наверное, на сегодня. Тема такая оказалась, довольно эмоциональная. Всех доброго всем. Да, будьте все здоровы. Спасибо. 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 Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо, до свидания. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...